здравствуйте дорогие друзья и дай ему от величия своего бог сказал маше иошуа дать отделить от себя рамкалинский говорил что в гморе мы учим что дай ему от величия твоего это не все величие то есть получается старцы этого поколения говорили лицо маше как лик солнца иошуа как лик луны и горе тому стыду который появился у нас о чем здесь разговор рожбам рассказывал нам что в короткое время слава уменьшилась ведь иошуа был пророком и царем как машина уже не мог достичь его славы так в чем же был стыд и позор написано в трактате сука что 80 учеников было у старца или или 30 из них были достойны того чтобы на них снизошло такое же как на шхина как и на машера бейна но поколение этого не заслужило получается если вот что мы говорили что поколение ограничивает уровень своих лидеров и когда говорят что вот если бы у нас были такие это поколение выходит что поколение ограничивает жестко своих лидеров и сказано еще что руководители соответствуют поколению наше поколение написано поколение с лицом собаки что такое поколение с лицом собаки какие примет это приметы прихода машеха написано что место собрания будет местом развратом и мы знаем что раньше собирались мудрецы учились теперь помолчим мудрость мудрецов будет опозорена в наше время мудрецы торы как и люди которые ее изучают становится объектами травленных смешек написано что над боящимися греха будут насмехаться комментарии излишне молодые будут позорить пожилых и так далее не будем расстраивать себя и людей многое указывает на то что в наше поколение как сказали мудрецы в контрактате сота это поколение с лицом собаки ибо другованные болезни нашего поколения невероятно сильны для объяснения этой концепции надо привести несколько источников потому что иначе скажут что наговариваем книги я и лор веленский гаун написал что есть три клепы вообще нечистых оболочки называемых быком одна слом и третья собака соответственно 1 это связано с исалом 2 с ишмаэлем и рабешный урзалман говорил что вот эта смесь до сайте быка из осла это наше поколение собаки чем вообще сегодня гордятся многие евреи не кем что бог вывел из египта не то что дал землю текущим молоком и медом не те что там назвал народом избранным а тем что гордость шествием показываем как служить своим прогрессивным новым идеям как мы служили когда-то написано бальпиору это же то же самое абсолютно происходит справляя естественные нужды около статуи своего идола хотя извините это было хотя бы естественный надобие но сейчас нынешнее поколение пошло куда дальше теперь же гордятся тем что недостаточно подражать поколению потопа не 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 тем что обращает на всевышнее внимание недостаточно строить башню собственных недостатков надо узаконить возведение всего это назвать это толерантностью свободой есть такое всечеловеческое братство идиотизма и так далее и тому подобное в этом мы не отстаем от самых прогрессивных стран где в америке уже еврейские общины вынуждены через суд отстаивать свое право иметь бассейна женские мужские часы религиозные колледжи штрафуются за отказ заменить устаревшие туалеты на общий для всех маразм невероятные поколение с лицом собаки и представьте себе как отцу больно когда его дети гордо творят мерзость из всего вышесказано следует что что человеческим душам на определенном этапе предстоит оказаться написано здесь мы здесь в израиле должны оказаться под пятой сброда вышедшего вместе с евреями из египта а точнее говоря под властью носителей вот это вот посмотрите сейчас все написано все вот эти вот которые защищаются эти парады и так далее это все носители именно эра фрав носители поколения собаки это отразится написано на нашем поведении приведет к тому что нечистота будет во всем мире и по логике вещей в какой-то момент нашей среде должно начаться доминирование написано несущих эту чистоту вот сброда этого поэтому то что описывается в этой недельной главе это наш сегодняшний день когда-то был рассказ один из учеников рава ицхака зильбера учил с ним вот как раз эту гмору из трактата сатай спрашивал и вот ученик спрашиваю у рафа как понять слова лицо поколением собаки и за раф зильбер посмотрел говорит на меня и грустно сказал ты что сам не видишь вот мы сами видим что происходит на улицах мы сами видим вот эти парады толерантности мы всеми видим кошмары которая происходит а что мы ждем тогда почему мы ждем тогда если мы все время делаем против бога что мы ждем что мир будет по богу так не будет поэтому каждому надо задуматься в своем месте в этом мире каждому иначе будет поздно но все будет хорошо потому что надеюсь мы задумаемся браховая слуха